сегодня 17 октября 2018 год и такая проскомития сейчас у меня подготовка к причастию в православии называется проскомития когда готовимся к хлебопреломлению причастию перед началом другие так господь благослови нас у меня есть плод виноградного заезд сейчас спой благослови приветствую всех братьев сестер приветствую всех святых у меня хлеб фатир называется фатир ему фатир неправильное удаление делал из таджики меня узбеки которые пекут из хлеб поправили что правильно а я посмотрел что даже одна из сур корана имеет такое название фатир 35 как выяснилось 40 буквально творец представляете фатир я не знал на арабском акаде творец что потрясающе слава богу так у меня здесь все приготовление чаша хлеб фатир фатир воду фатир да приветствую всех братьев сестер приветствую всех именем господнем именем иисуса христа слава богу слава иисусу христу спасителю господу нашему аллилуйя еще пять минут до начала трансляции но я пораньше включил чтобы могли тоже люди подключаться слава богу такие сообщения пришли сегодня обратолюбие ночью такое слово было уже под утро потрясающе вот такой нелицемерной любви друг к другу о портолюбии а смиренно мудрия почитание друг друга высшим себя вот я очень богу благодарен за это слово который сегодня в моей жизни прозвучало утром это было как мысль пришедший вдруг внезапно прям так вот и это не было голосом это не это было не было видением вот господь по-разному говорит нашу жизнь вчера моей супруге было день рождения вот поздравил ее вот даст бог уже скоро буду дома через неделю даже больше на вот и то что еще служение здесь есть по северо-западу так спасибо всем за молитвы благословение аллилуйя в контактах нет сообщений я проверяю сразу бывают сообщения такие вот с просьбой помолиться допустим вот и на доклассниках и в контактах и на фейсбуке на фейсбуке если пишите то мне там три страницы у меня там просто на основной моей странице я проверяю на тех проверяю тоже но не так часто просто времени не получается по времени получается а вот если пишите сообщение на фейсбуке то пишите вот этот где написано где я заглавлен как обозначен как архиепископ сергей журлев вот там собственно как раз вот и сообщение есть просьба есть помолиться об исцелении поддержать в молитве знаете друзья тоже сообщение еще а ну да много комментариев это поздравление моей супруги понятно что это это хорошее здесь днем рождения благословения поздравляем дождь благословений маза льдов поздравляю поздравляю аллилуйя души поздравляю слава богу так что и на если подключилась только связи много кто поздравляет я потом это все передам вот расскажу но я сказал уже что в сетях социальных поздравления пришли но здесь много поздравлений аллилуйя это хорошо почти 6 часов уже почти да сегодня в петербурге здесь туман вот и ночью был туман и вот тоже выглядывал и сейчас такой густой туман вот пусть вот как вот и не знаю как представляется знаете как вот облако слава такое вот помните когда израиль вышел из египта то господь он был такой шахин и так таким вот таким покровом таким таким облаком аллилуйя пусть будет облако славы здесь над северной столицей облако славы божьей аллилуйя все туда включаю здесь сообщение пока нету шалом всем мир всем аллилуйя да уже почти шесть часов начинаем часто молитву вот обо всех этих нуждах молюсь я вот которые здесь пришли сообщения вот слава богу да а вот тут же места из писаний которые разоглавил я вначале огласил так чуть брата любви между вами прибывает да прибывает страна любви не забывайте ибо через него некоторые не знаю оказали гостеприимство ангелам помните узников как бы и вы с ними были в узах и страдающих как и сами находитесь в теле браку все это будет честен и ложе непорочно блудников же и при люботею судит бог имейте нрав несыролюбивый довольствуйтесь тем что есть ибо сам сказал не оставлю тебя не покину тебя так что мы смело говорим господь не помощник и не убоюсь что сделать мне человек аллилуйя спасибо тебе господь так это из посланники время прочитал 13 глава и вот по поводу смиренномудрия вот но здесь из нового завета есть несколько таких мест писания из петра вот послание петра первого там дважды он пишет о смиренномудрии восьмом стихе 3 глава что он пишет что будьте там единомысленно сострадательно бродолюбивы милосердные дружелюбные смиренномудрия вот и тот же петр в том же послании в 5 главе 5 стихе 5 стихом пишет что младшие помянуйтесь пастырям все же подчиняясь друг другу с облик облегитесь смиренномудрием потому что бог гордо противится а смиренном дает благодать вот павел пишет из посланники эфесянам 42 со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением снисходя друг от друга любовью послание эфесянам 42 вот и колоссянам пишет тоже никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием то есть самовольное смиренномудрие представляете и служение ангелов вот и колоссянам тоже пишет даже предупреждают что имеет вид вид мудрости и сама в самовольном служении смиренномудрии и изнурения в тело в некотором принять не брежение а насыщение плоти и так же колоссянам он пишет только уже дальше в 3 главе 12 стихе и так облегитесь как избранные божьи святые и возлюбленные в милосердие благость смиренномудрия кротость долготерпение это шалом благостовенного дня арсений пишет светлана пишет тоже шалом семья аллилуйя аллилуйя слава богу колоссянам 3 12 облегитесь как избранные божии святые и возлюбленные избранные божие святые и возлюбленные вот нам такое обращение из божьего слова и что что по что облечься нам во что же облегаться нам братья избранные божьи святые и возлюбленные во что нам облечься одеться допустим, сегодня утром я рясу одел а во что же облечься нам вообще всем избранным Божьим, святым и возлюбленным мне как избранному Божьему святому и возлюбленному тебе как избранному Божьему святому и возлюбленному Божьему во что облечься Вот, ну, понимаете ли, вот я так рассуждаю, что приличное есть одеяние, есть приличное святым определенное одеяние, вот, и да, на самом деле есть вещи, которые, ну, неприлично одевать, ну, допустим, если там какое-то, не знаю, общество приходишь, есть какой-то там, допустим, драйс-код, да. А что прилично святым, во что обречься, во что одеваться нам, в милосердие, это Колоссянам 3.12, в милосердие, вот эта одежка приличная нам, благость, смиренно-мудрие, кротость и долготерпение. Вот это приличная одежка, спасибо тебе, Господь. И еще и с филиппийцем, собственно, вот ради чего я открыл, я как раз сейчас писание, филиппийцем 2.3, из послания апостола Павла, я в прошлом, да, в прошлом году проводил в Кривом Роге как раз семинар на эту тему, и вот часто цитирую вот это место из Писания, вот там есть в сети, есть, я выложил тогда же эти семинары по поводу смиренно-мудрия как раз, филиппийцем 2.3, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого выше себя. Вот смиренно-мудрия, в чем заключается, что мы одеваемся, почитать друг друга выше себя, почитать других людей выше себя. О, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Царь Вселенной. Вот, у меня хлеб здесь, оказывается, правильное произношение его фатир, я фатир думал, фатир, ну, нет, фатир. Оказывается, это, значит, с арабского, вообще из семинских языков, ну, с арабского в частности, вот, это творец, создатель, здорово, фатир, похоже на фатир, да, фатир, то есть созвучно с отцом. Ну, в Коране, к сожалению, в арабском писании, к сожалению, Бога отцом не называют, вот, даже наоборот, есть запрет называть отцом создателя своего Бога. Но, я могу лишь пожалеть братьев, мусульман, дело в том, что на самом деле, вот, Библия, которая намного древнейше Корана, намного древнейше, значит, арабских писаний и исламской теологии всей этой, значит, Библия открывает нам тайну того, что Бог наш, Творец наш, Он есть наш Отец, да, как в той песне поется, да, Яхве, Ты наш Отец, Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, спасибо Богу Всемогущему, спасибо. Вот, и пусть придет откровение-то, действительно, о Отцовстве, о том, что Бог есть наш Отец Небесный. И сам Машиах, сам Христос, когда Его ученики просили научить их молиться, Он сказал, так же начал с этих слов, Отец, обращаясь к Богу, Отец Сущий на Небесах, Отец Наш Небесный, Авину Малкейнам Шеба Шамаим, Отец Наш, Который на Небесах. Даниил пишет, Слава Господу Отцу, Новый День, Новые Победы, спасибо, Папочка. Да, вот, сразу видно, человек возрожденный, перерожденный, потому что, действительно, Дух Святой, Божий Дух, поселяясь в нас, верующих, Он взывает Абва, Отче. Ну, Отче это Авину, Абва это папочка, папуленька, папенька, на еврейском, да, Абва, Абва, произносится Абва, вот, была группа такая музыкальная, Абва, вот, я решил служение такое в Киеве провести, вот, с этим названием тоже Абва. В январе месяце приходите, кто в Киеве будет в январе, не пропустите, в середине января служение Абва, так что Абва, Абва, папочка, папочка, Абва, Абва, вот, в русском синодальном переводе там такое произношение записано, Абва, В, Абва, ну, как ни произноси, это прекрасно на самом деле, это буквально папочка, папуленька, папенька, вот, Вот, для человека религиозного, светского, это фамильярность, конечно, к Творцу обращаться таким образом, вот, ну, для любого нормального человека, адекватного, это действительно фамильярность, это, в общем-то, недопустимо совершенно, но для человека нового, для человека возрожденного свыше, рожденного от Бога новым рождением, то это как раз хорошо, это прилично, неприлично для обычного человека, вот, обычного, как говорится, гомо сапиенс, гомо религаре, человек разумный, человек религиозный, Это действительно неприлично даже такому человеку, так произносить, обращаться к Богу, вообще-то к Отцу своему, это, ну, странно. Да, Милана пишет, мир вам и благодать от Господа нашего, Аллилуйя, Милана, мир, шалом всем, мир Божий, надеюсь, как раз вот, буду ехать в январе через Харьков, вот, так что побываю у вас в январе месяца. Вот, получается, еду через Харьков на Киев, буду ехать, слава Богу, да, спасибо, спасибо, ждем, да, слава Богу, вот, так что хочу помолиться тоже за Харьков, благоставить ваш город, слава Богу. Вот, и Дух Божий поселяется внутри человека, когда человек перерождается духовно, то действительно, вот, как новое творение, тогда я взываю к Богу, не просто даже как, во-первых, как к своему Отцу, а во-вторых, как папочка, папуленька, папенька. И вот, сегодняшнее чтение я прочел по поводу смиренно-мудрия филиппийцам 2.3, кто подключился сейчас, филиппийцам 2.3, там говорится, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя, вот, я благодарю Бога Всемогущего сегодня просто, вот, ночью, там, ну, ближе под утро, с позаранку еще, вот, значит, удивительно вот это вот слово пришло это, вот, что мы не должны забывать братолюбие, вот, и это высшая степень братолюбия, да, оно выражается в смиренно-мудрие, 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 это выражается, вот, ну, здесь характеристика очень хорошая, смиренно-мудрие, друг друга почитать высшим себя, вот, особенно вот, вот, среди верующих, чтобы мы не забывали об этом, в собрании, мы часто друг к другу, ну, примыкаем, и, вот, но высшим себя почитать, знаете, как вот Господа, называя даже папочкой, папуленькой, папенькой, нельзя привыкнуть, он на самом деле, он удивителен, он прекрасен, он восхитителен, и самое несчастье для человека начинается, ну, происходит, если он привыкает к святыне, привыкает к тому, к чему нельзя привыкать, вот, и тогда он, человек привыкает, если привыкает к Богу, вот, ну, в плохом смысле слова привыкает, вот, обыденность такая в отношении с Богом, то тогда наступает обыденность и в отношении с человеком окружающим, с другими верующими, и человек уже тогда смотрит на других братьев, сестер, окружающих его верующих уже другим взглядом знаете ли как вот я у себя в церкви об этом рассказывал когда то сравнил это помните когда сказка про снежную королеву вот и это там значит там сказка ложь ложь как говорится сказка ложь давний намек христианам всем урок как говорится его значит и там зеркало так было разбито значит и осколочки этого волшебного зеркала не попадали в людей и если попадало там сердце то сердце становилось таким жестким холодным если попадал в глаз значит то насчет чек он начал видеть все превратно искаженно и сам автор он действительно переживал бога в своей жизни и вообще знаете в этом большой урок для нас верующих потому что это образ как раз греха действующего на насчет греха когда в глаз да вот попадает человек начинает видеть плохое в окружающих критически начинает смотреть на окружающий мир как бы искажается все его зрение сердце то он становится закрытым холодным на для окружающих и вот самое лучшее лекарство против этого и предохранение против этого чтобы у нас не глаз не что не попало не сердце не что не попало это действительно никакой грех то друг друга почитать других людей почитать высшим себя вот как и бога с одной стороны да ты обращаешься к нему как к отцу своему и ты делаешь это изо дня в день и делаешь это на протяжении месяцев лет определенных десятилетий пример да то есть но есть опасность всегда привыкание как помните маяковский он говорил что слова у нас до самого важного отвечают как платье вот он ревновал о том чтобы заставить сиять заново для него святые слова но нам христианам действительно важно верующим важно вот чтобы не затирались самые важные слова не терялись никогда самые важные слова не витчали как платье эти важнейшие слова вот важнейшие самое важное наиважнейшее вот и благодарю бога всемогущего за все это благодарю создателя моего спасибо тебе господь благодарю тебя боже благословен бог наш благословен господь мой отец мой сущий на небесах отец наш бог наш сущих на небесах да святится имя твое да придет царствие твое да будет воля твоя на земле как на небе хлеб наш насущный дай нам на сей день прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим не веди нас во искушение избавь нас от лукавого твое есть царство и сила и слава во веки аминь господь спасибо тебе благодарю тебя боже за мои братьев сестер благодарю тебя господь боже действительно ты великий в жизни каждого из нас боже и ты величественный в судьбах моих братьев сестер благодарю тебя господь за все то доброе что ты совершил господь уже в судьбах братьев моих всех кто кто сейчас посмотрит только включился вот и кто написал эти сообщения вот и в жизни арсения и светланы и даниила и миланы боже и всех всех ты совершал и совершаешь много удивительного господь действительно ты совершаешь удивительное боже спасибо тебе боже и за все что ты будешь творить господь тоже тебя благодарю господь боже благо оставляй великое имя твое аллилуйя 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 благодарю господь пишет духа святого который действует просвещает через вас вас благодарю делайте великое дело спасибо брат даниил спасибо большое пусть бог благословит и пусть господь действительно в нас и через нас вот через каждого из нас совершает свои деяния как вот помните да вот обозначена книга деяния апостолов апостолов вот с одной стороны то деяние апостолов но с другой стороны это деяние христиан это деяние вот первых тех верующих деяния до апостолов деяние первых верующих но в большей степени это деяние духа святого деяние духа святого вот и это прекрасно и эти деяния деяния духа святого они продолжаются они продолжаются и сейчас вот через нас с вами в нас внутри нас слава богу вот и благоставляю великого бога всемогущего вот и к таинству причастия евхаристии знаете вот сегодня подхожу вот вот с этим чувством и с пониманием смиренно мудрия вот почитаю высшим себя всех вас братья и сестры и учусь этому потому что даже в любом собрании я как вот миссионер будем договорить да как евангелист как проповедник я бываю в разных конфессиях разных динаминациях среди разных очень верующих и я заметил что помогает очень сильно помогает окунуться глубже в присутствие божье окунаться каждый раз глубже и глубже в присутствие божье в любом собрании даже если там и прославление никакое даже если там фальшивит прославление даже если там мало людей два три человека или там тысячи людей неважно или там прекрасное шикарное прославление профессиональные музыканты певцы хоры такие огромные сотни людей на сцене воспевает господа и в таких собраниях бываю в разных случаях собраниях бывают вот значит и в очень маленьких сельских собраниях и больших огромных собраниях и знаете ли и что помогает в любом в любой ситуации погрузиться глубже в бога и в многотысячном собрании и собрание вот самое вот как иисус говорил вот его церкви минимальной до 2 или три человека если во имя его собранного имя христа иисуса собрались что помогает помогает других людях думать лучше чем о себе высшими себя их почитать высшими себя и это сразу я понимаю что это помогает погружаться в самую глубину божью потому что он почел себя подлинно смиренно мудр сам бог всемогущий он будучи творцом неба и земли почел себя низшим нас почел себя недостойным нас вот он примирил собой мир во христе примирил собой мир не вменяя людям преступление их и дал нам слово примирение а слово примирение какое ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего самого себя свою душу за нас положил когда человек даже вот даже в человеческом нашем сообществе когда человек один отдает жизнь свою за жизнь другого человека он тем самым ну просто он не может это сделать если не будет почитать другого человека больше себя важнее себя нужнее себя вот он от готов отдать свою жизнь потому что почитает свою жизнь иметь менее ценные чем жизнь другого человека любимого им человека вот человек отдает свою жизнь много примеров я знаю десятки могу назвать примеров но думаю вы чтобы тоже знаете прекрасно такие примеры вот когда человек отдает свою жизнь там за своего ребенка за свою за свою за родину, одним словом, за ближнего своего, отдаёт свою душу, и тем самым свою жизнь он почитает меньшей ценностью, вообще никчёмной в сравнении с этой величиной. И вот если он почитает человеку свою жизнь важнейшее, более важной, более ценной, чем жизнь другого человека или других людей, он никогда не отдаст свою жизнь за других людей. Но если он почитает свою жизнь меньшей ценностью, он подлинно смиренно мудр. Иисус даже говорил, что нет больше этой любви. Это действительно смиренно мудренная любовь, это действительно правильная любовь в высшем смысле этого слова. И интересно, что Бог почёл нас, людей, высшими себя. Сам Творец, Создатель наш, Отец наш, Он почёл себя низшим себя, низшим нас, и отдал свою жизнь за нас, свою кровь за нас пролив. Понимая свою вину и в нашем грехопадении, и во всём то, что пошло не так на этой планете. Свою вину и за Адама, и за... Он искупил свою вину полностью перед нами. Он не виноват. Он почёл себя низшим нас, и нас более достойным почёл, отдав свою душу за нас, жизнь за нас положив. И подлинно смиренно мудр никто, как Бог наш. Он действительно смиренно мудр. Никто во всей вселенной так не смиренно мудр. Ангелы были в шоке просто. Они были в шоке, они в удивлении. Они до сих пор. Прошло два тысячелетия, они до сих пор в шоке многие. Как Творец неба и земли пришёл на эту землю и пролил свою божескую кровь за человека. Здесь на земле прошло два тысячелетия, мы до сих пор не можем этого уразуметь. Мы до сих пор, ну, в шоке человечество до сих пор не может это понять. Вот. Я имею в виду даже те, кто принял эту жертву, мы до сих пор не можем этого уразуметь. Впервые, когда я прочитал о том, что Бог и пережил Бог в своей жизни, Его любовь святую, в 13 лет, значит, и потом прочёл вскоре, как раз из Библии о Его любви. Прошло много времени. Сейчас мне почти 50 лет, но тогда было 13 лет. За все эти годы я до сих пор в шоке, я до сих пор не могу понять вот эту Божью любовь, уразуметь её. Она не вмещается мне просто, как Он почёл себя низшим себя, нас высшими себя почёл, смиренно-мудренно показав нам путь любви. И показал, что нет больше любви вообще во всей вселенной, нет больше любви. Не существует больше любви. Он сам это любовь, Он есть эта любовь. И нам дал это таинство, причастие к телу и крови Иисуса Христа. Не просто как церемонию, а вот действительно показатель своей любви, доказательство своей любви, доказательство своего смиренно-мудрия. «Спасибо тебе, Господь, Бог Святой! Спасибо тебе, Боже Всебогущий! Благодарю тебя! Благодарю тебя, Господь! Благодарю тебя за кровь Сына Твоего, Твою Божескую кровь, которую Ты пролил во искуплении грехов наших. Благодарю тебя, Господь! Благодарю тебя, Святой!» Это действительно наивысшая святыня. Святое святых, спасибо тебе, Господь! Благодарю Тебя, Ты хлеб жизни Хлеб моей жизни Благодарю Тебя, Господь Благодарю Тебя Благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя Действительно, Твоя святая любовь Твоя любовь, которую Ты доказал к нам Ты во Христе примирил с собой весь мир Не вменяя людям преступлений их И дал нам слово примирения Благодарю Тебя за нового Адама За Иисуса Христа Боже, за все новое, что Ты творишь Благодарю Тебя, Господь За эти два тысячелетия Твоей любви Которые раскрываются Поэтапно, постепенно раскрываются В человеческом роде Боже, да раскроется на сегодня Потому что вся тварь стянает и мучается Все творение стянает и мучается Ожидая откровения сынов Твоих Потому что действительно, Боже Весь мир и растительный И животный мир весь А наипаче человеческий род Земля вся Все сущее Стянает и мучается Ожидая откровения сынов Твоих Эти два тысячелетия Это откровение раскрывается Но пусть оно сегодня раскроется, Господь Пусть оно раскрывается в нас, верующих День это дня Больше и больше И пусть, Господь, действительно Твоя любовь, которая являлась тогда И является сейчас В воскресении мертвых В исцелении больных Очищение прокаженных В восстановлении разрушенного Освобождение от всякого греха Проклятия и беззаконий Твоя любовь Она проявляется и проявлялась Всегда Но пусть сегодня В этом стянающем мире, Господь Стражующим Божием Гибнущим Пусть Твоя любовь раскроется еще более и более, Господь Во имя Иисуса Христа Слава Тебе, Господь Слава Тебе, Царь Всевселенной Благодарю Тебя Благодарю Тебя и благоставляю Великое имя Твое Бог Богов, Господь Господствующих Ибо так Ты возлюбил мир Что отдал Сына Своего Единородного Чтобы всякий верующий в Тебя Не погиб, но имел жизнь вечную Благодарю Тебя, Господь Ты послал Сына Своего Не суди этот мир Но чтобы мир был спасен через него Ты есть свет Распещающий всякого человека Приходящего в этот мир Спасибо Тебе, Господь Благословен Бог наш, Царь Всевселенной Давший нам хлеб из земли И давший нам плод виноградной лозы Благословен Бог наш, возлюбивший нас И доказавший к нам святую любовь свою Жертвы великой на кресте Голговском Отдав самого себя За всех нас Благодарю Тебя И благоставляю великое имя Твое Во имя Иисуса Христа Божий Всемогущий Благословен Ты, Царь наш Благословен Бог наш Отныне и вовек Аминь Благодарю Тебя, Господь За это служение Благодарю Тебя, Господь За тело и кровь Твои Аллилуйя Аллилуйя Арсений пишет Аминь, слава Господу Благодарим Его за всю Его Безграничную великую любовь И что Он Сам стал образцом смирения Для всех нас Уничижил Саввя самого Приняв образ раба Смирил Себя Быв послушным даже до смерти Смерти крестной Аминь Да, и Валентина пишет тоже Да, что дети мои Станем любить не словом Или языком Но делом и истинную И так же, что Бог Свою любовь к нам доказывает Тем, что Христос умер за нас Когда мы были еще грешниками Аминь Аминь, аминь, аминь Это правда Это истина Так и есть Спасибо Тебе, Господь За Голгофу, за кровь Я Тебя благодарю За воскресенье Твое За победу Твою За Голгофу, за кровь Я Тебя благодарю За воскресенье Твое За победу Твою Благодарю Благодарю Тебя, Отец Благодарю Тебя, Иисус Благодарю О Дух Святой За все Я Благодарю За все Я Благодарю За жизнь вечную Бесконечную Жизнь счастливую Пресчастливую За спасение Исцеление Освобождение Благословение Благодарю Бога Всебогущего Благословен Бог наш Благословен Отец наш Возлюбленный Наш Возлюбивший Нас Во Христе Доказавший Свою Любовь Спасибо Тебе, Господь Тело Христово Примите Источника Бессмертного Вкусите Аллилуйя Аллилуйя Аминь Аминь Спасибо, Господь За исцеление Кроме Иисуса Христа Я исцелен Аминь 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 Рассуждая О Теле Христа Рассуждая О Единстве Тела Иисуса Спасибо, Господь Спасибо Спасибо Аминь 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 Спасибо, Господь Ценю кровь Сына Твоего Это величайшая цена Дорожу очень Твоей жертвенной Любовью Очень признателен Тебе, Господь За все Очень благодарен Тебе За все За все Спасибо Спасибо Тебе, Господь Отец мой Бог мой Царь мой Благодарю Тебя, Господь За церковь Твою Народ Твой Наш час Наш час Наш день Пусть это Откровение Твоей любви Оно еще больше Раскрывается Вроде людском И во всем Творении Твоем Во имя Иисуса Христа Аминь Спасибо, Господь А мы вкушаем И его И его Наследники Наследники Мира Аминь Спасибо Во имя Я с той церкви Не причащаюсь В той церкви Или Мы с теми Не причащаемся Потому что Потому 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 Ой Мы все грешим Против любви Христовой А в чем еще Знаете ли Недостоин Тело и крови Иисуса Христа Мол Человек Ой Это такая глупость Человеческая Вообще Потому что Единственное Недостоинство Единственное Недостоинство К причастию Это Неверие Жертву Голгофскую Искупление Исцеление Вот Надо рассуждать О теле и крови Иисуса Христа И я лично Черпаю силу Только лишь Вообще Во всем В жизни своей Только лишь Крови Крови Иисуса Христа Тело и кровь Иисуса Христа И все Для меня только Господь Только Иисус Данил пишет Аминь Это действительно Честь Быть соучастником Частью тела Великого Твоего Ида Тела Аминь 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 Тело и дело У нас Мы одно тело И у нас одно дело Аминь Благоставляю вас всех Вот А те кто закрываются От любви Божьей Вот Господь Он может Он может Любую Скорлупу Даже самую Религиозную Вскрыть И пусть Бог Совершит Это чудо И в жизни Религиозников Вот И МП И православных Религиозников И протестантских И католических Разных Пусть Всем нам Детям своим Он Действительно Открывает Свою любовь Святую И В январе Как раз У нас в церкви Вот это служение Я уже презентую Заранее Абба Буду проводить Это служение В середине Января Получается Буду ехать Через Харьков Вначале в Харьков Потом туда К себе В церковь И Как раз Темой Главной темой Будет Евхаристическое Общение Люди спорят О канонах Человеческих Канонично Неканонично Но забывают О канонах Божьей любви Евхаристически Закрываются От общения Но забывают О божественной Евхаристии Собственно Что Христос Сказал Пейте из нее Все Люди Все Пусть причащаются Все Люди Во Христе Иисусе Да Слава Богу Детьми Аминь 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 Благоставляю вас Всех Братья и сестры Всем благословенного Доброго дня Во имя Иисуса Христа Благоставляю всех вас Благоставляю Иерусалим Сегодня Благоставляю Израиль Молюсь Божьем народе Молюсь О духовном Пробуждении В Израиле Молюсь За Украину За Россию За другие страны Бывшего союза Атеистического Безбожного Советского союза За все страны мира Один из баннеров Который заказал Я как раз Ну распечатали Там все Флаги Флаги всех стран мира Вот Это как бы Знак такой Напоминания О молитве За весь мир Слава Богу Но на Политической Такой Картографии Духовной Картографии Если Не знаете О чем молиться Допустим Молитесь за Израиль Молитесь за Иерусалим И точно попадете в цель Потому что Молять Это как бы Сразу за всем Отболишься И благоставляешь Весь мир Слава Богу Алиду я Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом Своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое На тебя И даст тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь И ни в ком другом Нет спасения Дамы и господа Братья и сестры Ибо нет другого Имени под небом Данного нам Людям Которым Надвижало бы Нам спастись Которым Спасены Которым Спасаемся Слава Христу Искупителю Рода Человеческого Фу Благодарю за кровь Святую За победу Господню За воскресение Его Аллилуйя Слава Богу Благоставляю всех вас Из города Петербурга Божьей милостью С берегов Невы Архиепископ Сергей Журулев Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Киевская Архиепископия Мир Всем вам И благодать Да умножатся Аллилуйя 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 Аллилуйя